Продолжение следует... 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 Понятно, что когда мы получаем дрейпан-биоптат с периферического образования, когда мы получаем материал при эндоскопической биопсии образования. И тут я хочу процитировать своего коллегу Владимира Андреевича, который будет выступать следующим. Хорошая цитата, вообще всегда нужно делать хорошую биопсию для того, чтобы у патолога было достаточное количество материала для верификации. Давайте мы с вами разберем, на что мы можем ориентироваться. Понятно, от каждой клинической картины зависит то, каким способом, каким образом мы будем получать морфологический материал. Вот на данной диаграмме вы видите различные способы верификации, различные методы получения морфологического материала у пациентов с образованиями легкого и внутрогрудной лимфоденопатии. И, разумеется, они равнопропорционально качеству, количеству материала, количеству числа клеток, количеству тканей. Ровно так же этому растет инвазивность и, возможно, какая-то опасность процедуры для самого пациента. Разумеется, довольно-таки часто встречаются пациенты, которые приходят с каких-то ЛПУ, с периферии, это бывает довольно-таки часто, у которых была выполнена попытка верификации образования с помощью посева клеток, посева мокроты, смывов из бронхиального дерева. Тут нужно понимать то, что какая-то морфологическая, как сказать, какая-то понятность данного материала, она довольно-таки низкая, зачастую из этого материала довольно-таки сложно получить какую-то верификацию. Следующими идут цитологические методы, то, что нам дает цитологический материал для верификации эндоскопические через бронхиальные, через пищеводные биопсии под УЗИ наведением, транспронхиальные биопсии. И данный материал, опять же, дает какое-то количество клеток, из которого можно делать иммуноцитоблок. И тот материал, который мы можем получить гистологический материал и какие-то дальнейшие исследования, это биопсия непосредственно эндобронхиальная, биопсия плевры, медиастиноскопия, трансторакальная биопсия. И, наверное, во главу я поставила наиболее такие инвазивные методы, благодаря которым можно получить достаточное количество материала. Это эксизии лимфоузлов, тех же самых шейных, и видеосистированной трокоскопии. Наверное, я бы здесь попрошу комментарий патологов, насколько вы согласны с такой градацией, и какой предпочтительнее, наверное, материал для патолога в случае первичных верификаций образования? Здесь мы, безусловно, являемся заложниками того объёма материала, который вы нам поставляете. И, на мой взгляд, конечно, у каждого морфологического метода есть свои возможности и есть свои ограничения, как у любого диагностического. Есть различные задачи, которые могут эффективно быть решены при помощи цитологических методов в том числе, а есть диагностические задачи, которые очень тяжело решать, имея малый объём клеточного и тем более тканевого материала. Поэтому если у пациента имеется характерная клинико-морфологическая картина рака лёгкого, он курильщик с длительным стажем курения, допустим, возрастной пациент, у него диссиминированное образование, у него, так сказать, неоптимальный общий статус, и какое-то инвазивное или объёмное вмешательство он с большим трудом перенесёт, то, конечно, в такой ситуации мы можем сделать многое, имея малый объём материала. То есть мы можем работать в том числе и с материалом цитологического объёма, выполнять клеточный блок, и на этом клеточном блоке мы можем выполнять и иммуногистохимическое исследование в определённом объёме, и можем выполнять исследования для обнаружения активирующих мутаций. То есть мы можем работать с этим материалом. Но если же у пациента неоднозначная клиническая картина, у него не факт, что первичное новообразование лёгкого, он сохранный с точки зрения статуса, у него, допустим, какая-то диссеминация по плевре, неоднозначное образование в лёгких, относительно молодой возраст, и он не вполне укладывается в клинические представления о первичном новообразовании, то тогда здесь у нас и у вас, собственно, встаёт дифференциальный диагноз между первичным и вторичным поражением и плеврой, и лёгкого. И когда есть такие подозрения уже на клиническом этапе, то здесь нам требуется, конечно, больший объём материала. Потому что сам объём диагностических тестов для установления нозологической принадлежности мы ожидаем гораздо больший. Чем больше мы предполагаем выполнить тестов, тем больше нам нужен объём материала. Поэтому здесь, конечно, в такой ситуации мы бы хотели, чтобы это была не менее чем пункционная биопсия, а лучше, конечно, чтобы это был бы объёмный материал, либо какой-то биопсия плевры, либо эксцезия узла. Медиастеноскопия в этом отношении, ну, с точки зрения морфолога моего, по крайней мере, субъективной, а я не знаю, как и остальные, потому что у меня был период, когда я плотно занималась образованиями средостения лимфопролиферативного генеза. И это, как правило, материал медиастеноскопических биопсий. И это не всегда большой объём материала, это раз. Это очень часто выраженная деформация, потому что в силу объективных причин, вам технически тяжело получить фрагменты, и поэтому мы хотели бы как лучше, и вы бы хотели бы как лучше, когда вы идёте в средостение медиастеноскопически, но материал и его объём и качество иногда получаются даже хуже, чем при пункционной биопсии образования средостения. Поэтому в этом отношении, конечно, именно в коммуникации и между хирургами, между интервенционистами, которые планируют объём и доступ для получения материала, и исходя из тех задач, которые имеются в конкретном случае, конечно, можно оптимизировать выбор метода получения материала, в том числе с учётом возможных осложнений и степени инвазивности. Большое спасибо, Анна Сергеевна, за комментарий. И, наверное, в дальнейшем я остановлюсь на двух наиболее распространённых методиках, которые мы используем при верификации образований, когда, опять же, нам нужно получить хороший тканевый материал. Опять же, эндоскопическая, морфоскопическая диагностика. Мы уже говорили, что бронхиальный смыв, бронховиллярный лаваш – это не всегда является тем самым способом, который нам позволит не возвращаться к вопросам морфологии и верификации опять. И то же самое касается и браж-биопсии. В данном случае биопсии центральных опухолей, биопсии непосредственного самого образования, которые эндобронхиально визуализируются, либо транспронхиальная биопсия, имеет довольно-таки высокую информативность. Это чаще всего касается либо центральных опухолей, либо же с перибронхиальным распространением, когда имеется и опухоль, и периферический конгломерат лимфоузлов. В случае периферических совсем образований информативность подобного исследования довольно-таки низкая, что, тем не менее, иногда не останавливает от попытки верификации таким способом. Для периферических образований у нас есть замечательная методика транстаракальная трепан-биопсия, которая в зависимости от локализации образования может выполняться как под КТ, так и под УЗИ наведением. Вот тут на данных слайдах показаны, то есть вообще какие-то даже паравертебральные образования, казалось бы, малодоступной локализации также могут подлежать биопсии. Да, конечно, у данной методики она высокоточная, и опять же есть возможность наведения, возможность под компьютерной томографией и понимать, с какого участка образования лучше всего, с какого участка образования проще всего взять материал. Также мы можем на этом же этапе задумываться о том, какой материал достанется патологам, какой столбик ткани. Опять, да, действительно, у данного метода тоже есть свои какие-то осложнения, свои какие-то вопросы. Однако же, надо сказать, что данный метод верификации чаще всего используется в клинике. Можно задать один конкретный вопрос, который зачастую спрашивают клиницисты. Сколько столбиков ткани нужно? Чем больше, тем лучше. Минимум? Ну, минимум один, меньше одного нельзя. Просто здесь тоже, видите, нет однозначного ответа на этот вопрос, потому что, скажем, для молочной железы есть рекомендации, должно быть три столбика, не меньше. С ней проще. С ней проще, это доступная локализация. Для вот таких вот труднодоступных локализаций каких-то чётких критериев нет, потому что это связано с тем, что образования могут быть разного размера, ситуации могут быть очень разные. И осложнения. И осложнения могут быть разные. Поэтому чётких рекомендаций о том, что там не меньше двух, нет. Но при этом вы тоже должны понимать, что не всё то, что вы видите макро, это опухоль. То есть не всё то, что попадает в столбик, не всё то, что попадает в биоптат при любом другом способе забора, при инцизии, при эксцизии реже, но при инцизионных биопсиях, при медиастеноскопии, при торакоскопии, при пункционных образованиях, не все те фрагменты, которые вы видите как тканевые, являются опухолью. И сам объём тканевого материала не эквивалентен объёму опухолевого материала. И, к сожалению, при труднодоступных новообразованиях, при пункционных биопсиях, мы сталкиваемся с тем, что либо минимальное представительство опухоли в биоптате, либо вообще нет опухоли в биоптате. Это не значит, что у пациента нет опухоли. Это может быть связано с тем, что не повезло. Это значит, что нам нужно возвращаться, а это не всегда возможно. Да, вот опять же, здесь такой довольно-таки очень актуальный, такой довольно-таки трудный вопрос взаимодействия, в котором, наверное, нужно непосредственно общаться с патологонатовыми вашего учреждения, понимать, как сделать верификацию наиболее эффективной. В дальнейшем пациенту поставлен диагноз, пациенту запланировано лечение. В дальнейшем, когда у нас идет следующий момент взаимодействия клиницистов и патологов, это те пациенты, которые подлежат хирургическому лечению, и те пациенты, у которых есть послеоперационный материал. И здесь патолог становится не менее важным, чем хирург, потому что именно от его работы зависит, какая в дальнейшем тактика ожидает пациента. И от хирургического лечения у нас появляли пациентов до 2-й стадии, в случае 3-й стадии – это всегда у нас комбинированное лечение с участием мультидисциплинарной команды. То есть здесь оценивается, опять же, если это предоперационно-химиолучевая терапия с последующей операцией, опять же, здесь дается оценка патологам, как сработало предшествующее лечение, необходимо ли нам его продолжение. В случае изначальной операции, когда стадия оказалась более продвинутой, чем нам казалось по клиническому стадированию, от работы патолога зависит, какое лечение в дальнейшем и насколько долго это будет для пациента. Опять же, на каком этапе мы также взаимодействуем с патологами, когда пациенту планируется системное лекарственное лечение, потому что, как уже сказала Анна Сергеевна, всегда, когда берется объем материала, мы должны рассчитывать не только на саму первичную верификацию, но и также на какие-либо дальнейшие дополнительные характеристики опухоли, которые нам будет обуславливать последующее лечение. В данном случае это очень актуально для пациентов с диагнозом аденокарцинома, так как мы всегда оставляем, всегда помним о том, что здесь нам необходим, возможно, дополнительный материал, потому что, возможно, наличие мутации, возможно, другая опция лечения. И понятно, что на различных этапах лечения, возможно, нам понадобится новый объем опухоли для определения мутаций. Опять же, вот здесь, если говорить конкретно про самую распространенную, про ЭДЖФР-мутацию, на каких этапах нам может понадобиться, опять же, морфологический материал, понятно, пациенту поставлен диагноз, он получает ингибиторы теразинкиназа в первой линии. При дальнейшем прогрессировании, при локальном рецидиве, после хирургического лечения, либо же по системной прогрессии, мы будем искать мутацию Т790М. Это тоже, кстати, зачастую является таким краеугольным камнем, потому что иногда представительство опухоли довольно-таки ограниченное, но нам все равно необходимо взять оттуда материал, чтобы понимать, что это за прогрессия, есть ли там Т790М. И опять же, на этом моменте тоже нужно, наверное, более внимательно взаимодействовать с патологом, обсуждая объем материала, который пойдет для дальнейшего исследования. Опять же, что касается метастатического рака уже, как мы ориентируемся, как мы прогнозируем лечение, где здесь тоже важные точки взаимодействия с патологами, разумеется. Мы ориентируемся на клиническую картину, от которой мы понимаем, какие исследования, никакие анализы нам потребуются дополнительно к морфологической верификации. Понятно, что в случае аденокарцинома выполняем молекулярно-генетическое исследование, которое обуславливает или же отметает вопросы таргетной терапии. И опять же, у пациентов, у которых нет либо этих мутаций, либо это курильщики с большим стажем, есть опция определения рецепторов PD-L1. В случае плоскоклеточного рака это обуславливает нам, с высокой экспрессией PD-L1, это обуславливает нам возможность иммунотерапии. В случае пациентов с низким PD-L1 это обуславливает различные возможности подключения химии иммунотерапии, либо же химиотерапии в монорежиме, в зависимости от различных сценариев развития заболевания. Тут, наверное, чтобы подытожить, на что клиницист может обращать внимание, когда он получает патологический репорт, на любом этапе ведения пациента. Вегификация будет то, либо же послеоперационный материал. Разумеется, это грейд опухоли, это наибольший диаметр опухолевой инфильтрации, наличие инвазии плевры, лимфроваскулярная инвазия, критерии размера и наличие N-статуса, и послеоперационная стадия. И, разумеется, у пациентов с большим грейдом, с большими критериями TNN, и с большей стадией мы можем предполагать худший прогноз. Но в данном случае, как показали различные исследования, именно критерии грейда и критерии лимфоваскулярной инвазии в данном случае являются наиболее точными, наиболее понятными. Есть множество исследований, где исследования ретроспективные показывают именно влияние грейда опухоли на дальнейшую перспективу пациентов. Разумеется, что чем меньше грейд, тем больше безрецидивная и общая выживаемость. Хотя в последнем случае это не настолько разительно отличается. Наверное, у меня всё. Продолжение следует...